Добрый день! В эфире Ильявонг ТВ. У нас в гостях руководитель информационно-аналитического центра Института Евразийской политики Максим Борисович Крамаренко. Очень умело использовал тот конфликт, который произошел с Украиной. То есть сейчас любое углубление интеграции с Россией преподносится как желание России отхватить часть территории. И этот конфликт, который разгорелся у вас здесь, на Кавказе, был спровоцирован в том числе и для того, чтобы УДКБ развалилось. Но это не сказал бы, что проблема отличия мягкой силы России от мягкой силы Запада. Россия православная страна, она врать не может. Есть хорошая пословица «Хочешь победить врага, воспитай его детей». Добрый день, Максим Борисович! Добрый день! Спасибо, что приняли приглашение, пришли в нашу студию. Максим Борисович, вы приехали на международный форум «Точки роста, региональная безопасность и мир на пространстве Большой Евразии». Какие основные угрозы вам видятся на сегодняшний день, кроме уже известных, которые все мы наблюдаем? Ну, я думаю, основная угроза, которая сейчас существует для нашего евразийского пространства, это, конечно же, противоборство, скажем так, с архитекторами однополярного мира. То есть они всеми правдами-неправдами пытаются подчинить все остальные государства, и из-за этого как раз происходит то, что, про то, что вы сейчас сказали, вокруг границ Евразии это и украинский конфликт, это конфликт у вас здесь на Кавказе, это попытка поджечь Центральную Азию, что это уволилось в прошлом году в киргизско-таджийский конфликт. Небольшой локальный, слава богу, он там быстро затухнул, тоже была попытка поджечься, и Центральную Азию тоже. Ну, как вы уже отметили, известно, что вот все эти конфликты, они связаны с глобальными геополитическими изменениями, и самый острый конфликт — это вот конфликт Запада с Россией, наверное, в самой острой фазе находится. На ваш взгляд, вот до какой точки это будет развиваться, когда это вот остановится, и после этого какой уже будет мир? Ну, сейчас, смотрите, происходят глобальные изменения, то есть не только Россия осознает, что в начале 90-х, когда был ликвидирован Советский Союз, Россия тогда поверила глобальному Западу в лице США и их союзников, что будет построен якобы хороший демократический мир. В России со временем пришло понимание, что это не так, что Россию хотят дальше расчленить и уничтожить. И сейчас к такому же пониманию приходят многие другие страны. Идет формирование так называемого глобального юга. То есть это те страны, которые тоже хотят освободиться от влияния США, освободиться от доллара как экономического оружия США. Я думаю, чем больше таких стран, и я думаю, что таких стран станет больше, и когда-то наберется критическая масса, и мы избавимся от попыток установить гегемонию со стороны США над всем остальным миром. До какой точки это будет идти, надеюсь, что ядерное оружие не будет применено. Надеюсь, все это все-таки вылится в дипломатическое противостояние, создание коалиций, больших коалиций, которые освободятся от влияния США. Вы своей деятельностью всегда выступали за реинтеграцию на постсоветском пространстве. Как вам видится, на сегодняшний день есть ли перспективы создания чего-то большего на евразийском континенте? Конечно, есть. Инициатива Китая, один пояс, один путь, новая инициатива России, создание большого евразийского пространства. Эти инициативы имеют большой потенциал. То есть, если бы в Европе осознали, что участие в проекте большого евразийского пространства им принесет большую выгоду, чем конфликт, который сейчас происходит с Россией, то, я думаю, он бы уже давно запустился. Но вот сейчас, когда к своей точке дойдет, или хотя бы к запятой дойдет, украинский конфликт, в Европе все больше и больше людей, все больше и больше представителей элиты, я думаю, начнут понимать, что все-таки лучше с Россией не воевать, а сотрудничать. И та идея, которую высказал, наверное, больше 10 лет назад Владимир Владимирович Путин о том, что можно построить большой евразийский дом от Лиссабона до Владивостока, она будет реализована. На данный момент мы на Евразии наблюдаем несколько интеграционных проектов, такие как ЕАЭС, ОДКБ и другие. Вы представляете Казахстан. Известно, что Казахстан не видит, допустим, ЕАЭС, он видит его только в качестве экономической интеграции. А, допустим, вот такое вот создание, вот объединение, экономика, вот оборона, политика, такое вот возможно? Ну, я думаю, вы немножко ошибаетесь, потому что Казахстан же участвует, ну, если мы говорим об обороне, Казахстан является одним из государств основателей ОДКБ, то есть он подписал в далеком 92-м году. Я имела в виду, что Казахстан против политической интеграции. А, против политической интеграции. Ну, в принципе, и Россия не настаивает о политической интеграции, то есть как раз тезис российской стороны, разноуровневая интеграция. И вот идея большого развития пространства заключается в том, что должна происходить интеграция и интеграция. То есть насколько Казахстан готов к интеграции, настолько, в принципе, это Россию и устраивает. Самое главное — сохранять добрососедские отношения. Здесь, я думаю, подход у Путина очень похож на тот, который исповедует и Китай. Вот если мы обратимся к концепции национальной безопасности Китая, там указано, что одним из способов обеспечения безопасности Китая это развитие кооперации с определенными странами. Россия сейчас примерно такой же метод исповедует. То есть самое главное — становить кооперацию. Самое главное, чтобы развивались экономические отношения. И тогда политическая элита этих стран поймет, что Россия не угрожает. Россия готова к сотрудничеству. Россия заинтересована, чтобы было благополучие и в России, и в тех странах, которые с ней интегрируются. Может быть, когда-то Казахстан и дойдет до осознания того, что нужна будет политическая интеграция. Но самое главное — этот процесс не форсировать, чтобы это не выглядело, как Россия, нависшая с угрозой над Казахстаном. Россия здесь идет тонкую работу, и действительно этот процесс не форсирует. Как дойдут до осознания, так вольются и в политическую интеграцию. — Я читала, что Вы выступали за вступление Казахстана в союзное государство Россия и Беларусь. В казахстанском обществе распространена такая идея? Много людей, которые за вступление Казахстана? — Я Вам скажу, что после 2014 года таких людей поубавилось за 2014 года, потому что Запад очень умело использовал тот конфликт, который произошел с Украиной. То есть сейчас любое углубление интеграции с Россией преподносится как желание России отхватить часть территории. Хотя, конечно же, то, что произошло на Украине, это экстраординарный случай, и Россия никогда не была готова к тому, чтобы применять военные силы против братского народа. Она была просто вынуждена это сделать. Но, к сожалению, в медиасфере Казахстана в тот период очень много распространили слухов агента западного влияния. И сейчас с опаской вообще относятся к инициативам России. — Это не актуально сейчас, эта тема? — Ну, у населения, да, пока нет таких позывов к этому. — Но в перспективе, в принципе, все возможно. — В перспективе, да, все возможно. То есть тут, как говорится, нет предела совершенства. Есть, можно перефразировать, да, тезис о революции, есть революция начала, так это то же самое. Есть интеграция начала, нет интеграции конца. То есть, конечно, если, так сказать, на фронте украинском все стабилизируется, прекратятся военные действия, то, я думаю, к России будут более лучше относиться и у нас, в Казахстане. — Вот давайте поговорим про роль ОДКБ. ОДКБ как одно из основных таких интеграционных объединений на евразийском пространстве. Мы увидели его в действии как раз в Казахстане, события январские. Но при этом очень много критикуют эту организацию, что она, в принципе, не знаю, бездействует на Южном Кавказе или не совсем объективно оценивают в своих политических оценках. Вот на ваш взгляд, какие сильные стороны этой организации и что можно улучшить, чтобы она стала более дееспособной, эффективной? Чего не хватает, может быть? Является ли, на ваш взгляд, эта критика объективной? — Ну, я бы сказал, что критика субъективная. Мне так кажется, что конфликт, который разгорелся, возобновился между Арменией и Азербайджаном, он все-таки был спровоцирован специально. Ну, понятно, что спровоцирован извне, с Запада. Россия что смогла, то сделала. То есть она вела миротворческий контингент. К тому же тут нужно понимать, что в ОДКБ входит ряд государств, тюркских государств, у которых есть свои отношения с Азербайджаном, с азербайджанской стороной. И, соответственно, если мы будем форсировать здесь активное участие ОДКБ, то ОДКБ может разделиться на два лагеря. То есть те страны, которые поддерживают Азербайджан, могут выйти из ОДКБ. Кому это нужно? То есть организация, которая должна здесь обеспечивать безопасность на пространстве, еразийского пространства, может расколоться из-за этого. То есть как раз, мне кажется, и этот конфликт, который разгорелся у вас, здесь, на Кавказе, был спровоцирован в том числе и для того, чтобы ОДКБ развалилось, используя тюркский фактор, используя то, что Армения — союзник России и так далее. Поэтому, если мы заканчиваем тему с тем, что эффективно или неэффективно здесь работает ОДКБ, я думаю, что эффективно, но осторожно, чтобы не навредить всей организации. Какие стороны стоило бы улучшить, то ОДКБ, то я бы сказал, знаете, да, вот вы правильно привели пример, что хорошо была проведена операция у нас в Казахстане, но до проведения этой операции про ОДКБ в Казахстане простое население практически ничего не знало. Для них аббревиатура ОДКБ означала «областная клиническая больница», а не «организация договора о коллективной безопасности». То есть у этой организации нет направления работы, скажем так, в сфере публичной дипломатии. Она себя не позиционирует в обществе стран, которые входят в состав этой организации. И вот здесь как раз нужно усилить именно эту сферу. То есть проводить какие-то имиджевые мероприятия, которые будут рассказывать, об УДКБ, в принципе же не только вот эта миротворческая операция, там активно УДКБ взаимодействовала в период пандемии, активно УДКБ взаимодействует, когда происходят какие-то локальные, скажем так, трансграничные, чрезвычайные ситуации. То есть там же у них есть и сфера МЧС. Вот. Об этом всем нужно рассказывать населению. К тому же УДКБ может активно играть роль по сохранению исторической памяти, да, по сохранению памяти о Великой Отечественной войне и так далее. То есть вот этот потенциал УДКБ не использует. Им нужно работать в этом направлении, чтобы знали, что есть такая организация, которая является зонтик безопасности для населения этих стран, входящих в организацию. Вот Вы упомянули публичную дипломатию. Как известно, Запад очень силен в этой сфере, в сфере публичной дипломатии, мягкой силы. И они это очень активно используют, создавая образ врага России. Вот как с этим обстоит дело в Казахстане? Ну, тоже пытаются, тоже пытаются. Ну, пока по социологическим вопросам им не очень это удается. Ну, попытки, конечно, они не прекращают. Вот последняя такая попытка у нас там произошла трудовой спор с работниками из одной сервисной компании, которая обслуживает нефтяный бизнес, расположенной на Каспийском море. Бастовали рабочие, ну, их поддержала ряд оппозиционных структур, ряд оппозиционных политических деятелей. И уже они призывают поддержать весь народ Казахстана, не только эти трудовые споры, но также призывают, чтобы Казахстан вышел из ЕС и УДКБ. Как это связано с трудовыми спорами простых нефтяников, непонятно. Ну, то есть пытаются использовать каждый момент, чтобы разрушить связи Казахстана, вбить Клин между Казахстаном и Россией. Ну, пока население на это, скажем так, не ведется. Ну, вот в продолжении этого вопроса о публичной дипломатии очень часто Россию обвиняют в недостаточной работе в этой сфере, в том, что Запад сильнее. Считаете ли вы, и Россия всегда как бы говорит, что она не будет соревноваться с Западом, другими путями идет. При этом говорят, что на Украине тоже недостаточно было мягкой силы, использована со стороны России, как бы поэтому тоже там смогли сформировать образ России как врага или противника. Считаете ли вы, что Россия как-то должна усиливать вот свое влияние в этой сфере или какой-то другой способ должна использовать, чтобы вот усиливать свои позиции на постсоветском пространстве? Ну, мне слово «влиять» не нравится, потому что сразу же отталкивает, когда мы говорим о влиянии, то есть пытаемся воздействовать на кого-то в России. Тут должен быть другой подход, то есть Россия должна формировать свой положительный образ. Да, она должна, конечно, вести в этом направлении работу, и она ведет эту работу. Проблема заключается в том, что, ну, это не сказал бы, что проблема отличия мягкой силы России от мягкой силы Запада. Россия православная страна, она врать не может. И она пытается формировать свой образ именно на основе правды о себе. Запад же занимается лживой дипломатией, то есть пытается облить грязь, безосновательно создать какие-то мифы об обидах в прошлом. И вот, к сожалению, население наших стран больше верит лжи, чем той правде, которую несет Россия. Как с этим бороться, не знаю, но с одной стороны хорошо, что Россия как православная страна не отступает от своих принципов, не переступает те моральные императивы, которые есть в православии. Максим Борисович, и вот еще один такой вопрос. Вы выступаете за реинтеграцию на постсоветском пространстве. И если старшее поколение, оно имеет свою память, они вместе жили на советском пространстве, то есть что вот молодежь, которая, в принципе, уже вот эти все западные ценности в какой-то части, отчасти впитала, что может их объединить? На основе чего может произойти вот это вот объединение этого пространства? Ну, во-первых, нужна работа над поддержанием так называемой евразийской идентичности. То есть мы должны говорить о том, напоминать молодежи о том, что мы вышли из единого целого. Нужно создать систему передачи памяти о прошлом, положительной памяти о прошлом, ввести в этом направлении активную работу. Потому что, в принципе, это вопрос национальной безопасности любой страны. Если есть хорошая пословица, хочешь победить врага, воспитай его детей. Нужно как раз усилить работу по сохранению памяти, чтобы, допустим, армяне оставались армянами, сохраняли свою идентичность, казахи оставались казахами, чтобы не подпадали под западное влияние. Поэтому этот вопрос нужно выносить на государственный уровень, именно обосновывая, что от этого зависит безопасность государства, безопасность каждой нации. Вот я думаю, именно в этом решение будет проблема. То есть, если мы будем продолжать вести в этом направлении работу, мы будем сохранять тот уровень добрососедства, который существует сейчас. Если не будем, то Запад нас очень быстро рассорит. Максим Борисович, большое вам спасибо за интересное интервью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова